Доброе утро. Вчера мне пришла посылочка из Японии от самого Sega Satan San Shiro. Вчера мне пришла посылочка из Японии отца. Себя на Кандахи санширо. Себя на Кандахи санширо. Вчера на Кандахи санширо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Итак, друзья, в этом сверке у нас был вот такой джойстик. Первый раз его в руках держу. Очень, конечно, интересный. Японский, соответственно, у нас вариант. Нажимается все достаточно удобно. А вот такой. Второй джойстик. Тоже оригинальный. Состояние прекрасное, как видите. АВ-кабель. И, можно сказать, жемчужина набора. Смотрите, какой крутой джой. Никогда тоже в руках подобное не держал. Очень интересная штуковина. Вот этот стик. В отличие от того же джойстика Sega Saturn. По ощущениям, куда удобней. Вот. Ну, он наряду, на самом деле, появился со стиком у Nintendo 64. Ну, как вы все знаете, у 64 Nintendo Stick такой был достаточно неудобный. Здесь же я ощущаю тактильно очень крутой. Ну, и сам джойстик держится в руках здорово. Очень нарядный. Не дешевый, кстати, вот этот аналог контроля. Смотрите, у него курки здесь такие. Sega Made in Japan, да? У него еще особенность классная есть. Вот этот провод, он может так вот выниматься свободно, видите? Очень удобно. Как по мне, очень классная идея. И жалко, что ее в дальнейшем никакие производители не распространяли, да? Потому что вот так вот провод отсоединил. Раз так на полочку поставил, джойстик смотрится круто. Вот. Остальные-то джойстики, если хотите так сделать, придется провод отговаривать. А здесь вот это очень все удобно. Ну, как бы на перспективу они хотели с этим джойстиком, ну, вибропакет сюда, скорее всего, вставлять. Ну, какие-то expansion pack'и делать. Вот такая вот штука интересная с этим джойстиком. И идем дальше. Дальше, собственно, идет сама консоль, да? Сейчас я ее тоже вскрою, вам покажу. Ну, вот, ребят, смотрите, какая красавица пришла. Никогда эту консоль в руках тоже не держал. Да, вот все на видео как-то смотрел. Не было возможности с ней ознакомиться. Но вот сейчас друг один мой попросил для него ее заказать в Японии. Что я, собственно говоря, и сделал. Пришла она достаточно быстро, до пару недель буквально. Очень интересный, на самом деле, аппаратик. Здесь у нас, видите, батареечка. Туда различные у нас лоты расширения вставлялись. Вот. Вот, смотрите. Здесь даже какой-то диск. Какая-то дека. Диск как новый. Как обычно у японцев бывает, не единый царапин. Все супер. Ну, наверное, затестим. Посмотрим, что там на этом диске. Сама консоль практически не пожелтела. Это очень радует. Вот этот у нас слот под Action Replay. Очень полезная штука, которая позволяет запускать диски различных регионов. Собственно, ну и сохранение делать. Очень удобная штука. Сюда еще модем вставлял, чтобы по сети можно было играть. Как бы карики на играх на эту консоль не выходили. Ну вот, в целом, достойный аппарат, ребятки, достойный. С вот этим джойстиком вообще просто чума, а не игровая консоль, ребят, получается. Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, раз я про контроллер вот этот заговорил, давайте я покажу его развитие. А вот, по сути, ребят, его логическое продолжение, да, контроллер от Sega Dreamcast. Новый у меня в коробке, я вам достал посмотреть. Вот как раз expansion pack, которые изначально планировались вот в этот контроллер, да. Единственное, что провод переехал сюда, а так, вот обратите внимание, все очень похоже. Очень-очень все это напоминает. Но по качеству исполнения мне вот этот даже больше нравится. Он такой прям, ну, крутой. Уровень материала значительно лучше здесь. Конечно, в свое время вот эта консоль стоила там 400 долларов на старте, в той же самой Америке. Вот, а PlayStation 1 стоила 300 долларов, если ничего не изменяет память мне. Вот, но вот эта консоль у нас в России стоила уже 700 долларов. Соответственно, купить ее было невозможно практически. Это никто себе позволит ему. По крайней мере, я у себя в Твери ни в одном магазине не видел, что она продается. Ну, и в дальнейшем свое воплощение, как бы, да, вот этих контроллеров получил. И идеальный просто контроллер Xbox 360. Собственно, он набрал сюда все самое лучшее от компании CD. Ну, до него, конечно, еще был Xbox Original. Тот же с портами под расширением. Очень похож на Dreamcast-овский. Вот же, вот, смотрите. Вот эти порты как раз, как у Dreamcast-овского джойстика. Ну, и здесь я моддинг небольшой сделал, стики поставил от Sonic PlayStation 3. Все работает. Мне так значительно больше нравится. А так, вот, видите, весь жизненный путь, так сказать. Вот так. Вот этот джой, потом вот этот. Потом вот этот, когда компания Sega умерла. И вот, можно сказать, апогей, идеал контроллеров, который, ну, я считаю, что это один из самых лучших контроллеров вообще в мире. Хочется еще, ребята, отмечу, что когда открываешь посылку из Японии, оттуда прям доносится такой, ну, кто посылки из Японии получал, меня поймет. Прям такой специфический запах то ли японского моря, то ли сырой плесени. Я так и не понял. Ну, в общем, давайте, что ли, подключим ее. Интересно посмотреть, что там за игра. Так, ребята, так как у нас это же японец чистокровенный, да, мы с вами возьмем вот такой вот понижающий трансформатор и выставим правильное значение. Output. Здесь у нас 110 вольт получится. Такую штуку сейчас подключим. Ну, что ж, ребята, у нас все готово. Подключил консоль. Давайте сейчас вот посмотрим, какой биос у нее ради интереса. Ну, и запустим эту игрушку, протестируем. Вот еще ранняя ревизия. Ранняя, соответственно, ревизия консоли с овальными кнопочками. Вторая ревизия была с круглыми. Во второй ревизии убрали как раз индикатор Power и чтение диска. Как бы эта ревизия даже поинтереснее будет первая. Сейчас я еще раз ресет нажму. Такой вот интересный биос. Ну, я так понимаю, что CD можно какой-нибудь запустить. Мы этого делать не будем. Давайте посмотрим, что за игрушка. Так, ребят, камеру установил. Че-то кнопка старт на вот этом контроллере не нажималась. Вот, подключил обычный. С обычным все нормально. Давайте затестим, что за игрушка. Продолжение следует... Продолжение следует... Ребята, я знаю, что это за игра. В Америке она называлась Die Hard. Это один из самых крутых битэмапов. Это, по сути, эксклюзив для Sega Saturn. Очень крутой, смотрите. Файтинг Форс на PS1 был... В то же время он выходил. Вот. Очень похожие игры. В общем, ему, товарищу, повезло, что эта игра шла в комплекте. Лицензионная, отлично. Че ты кушаешь, бабушка, что ли? Так, это стали... Вау. Ой, че делал-то. А, это эти... Как в шенму. Во время кнопочку надо промазать. Ух, otur... Поехали. 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 Все такое квадратное, ребят, настоящее ретро. Вообще, у Сонета в плане 3D в текстурах было три треугольника, да, то у Сатурна было 4, ну, как бы, графика покруче была у Сатурна-то. Так, давайте-ка я проверю джойстик, что-то старт не работал у нашего белого замечательного джойстика. Джо, ребят, заработал. Вот, все нормально, видимо, контакты просто немножко окислились. Так, все работает. Можно баллончиком смотреть. В общем, игра крайне интересная, я, наверное, даже сегодня вечерок потрачу, попробую ее пройти. Музыка такая здесь еще нарядная в игре. Блин, а на какую кнопку нажимать-то? Тут не написано, точнее написано по-японски, но непонятно, на какую нажимать. Надо будет разобраться с этим вопросом. Кстати, почему-то аналоговый стик в этой игре не работает, он, видимо, не поддерживает. С крестовиной нормально все ходит. Консульта, ребят, достаточно интересная. Буду ее тестить, смотреть, что к чему поиграю сегодня вечером. Уми-но-форор! Так, ребята, пока там шкварчит яичница. Скоро буду завтракать. Раз такая возможность есть, заодно его и почистить. Давайте посмотрим, что внутри у этого прекрасного, замечательного контроллера от Sega Saturn с аналоговым стиком. Болты уже снял. Модель, кстати, вот, смотрите. На одной плате все очень интересно. Вот такая вот красотища. Здесь, похоже, штука эта на пружине. Не буду я ее снимать и рисковать. Вконтактики все почище. В принципе, они чистые. Там, где кнопочка старта, надо только протереть, что она западала. Вон здесь вот написано внизу. Видите? Sega 96-й год. Ну, как по мне, очень красивая плата. Ну, здесь все стандарт, пластик ABS. Здесь вот кнопочка закисла, ее надо протереть. Металлическая пластинка. Такие кнопки. Крестовина, кстати, это отекляет. Ну, обычная крестовина. У этого Joy тоже плохо нажимается кнопка цен. Заодно тоже залезем, посмотрим в эту красотищу. Что здесь интересно внутри у нее. Вот моделька. Все, болтики снял. Я, на самом деле, ребят, долго присматривался к Sega Saturn. Вот. В принципе, консоль мне нравится. Наверное, себе тоже возьму. Сейчас, минуточку. Тут аккуратненько надо. Консоль очень интересная. Контроллеры просто очень крутые. Ну, и знающие люди, Сергей, если ты меня смотришь, привет тебе большой, сказали, что на Sega Saturn именно японского региона очень много крутых было эксклюзивов. Поэтому, если и брать, то японку. 1994 год Made in Japan, плата Sega, да? Красивая. Ну, и здесь вот так вот у нас. Незамысловатая конструкция. Пластик тоже ABS. Ну, вот, ребят, такая красотища. Консоль разбирать не буду, ибо не моя. Она работает. Смысла разбирать ее не вижу. Вот пусть сам владелец уже решит, будет ли он ее разбирать или нет. Когда ключу, точнее, когда куплю свою консоль, обязательно залезу внутрь и вам покажу, что там внутри. Я, как и вы, такие штуки знаю. Очень даже любите. Прекрасная консоль, мне очень понравилась. Тоже, скорее всего, первую модель себе возьму. С индикаторами, которая. Когда консоль уходила с рынка, Sega Satas Zero был очень знаменитой такой личностью. Вот. И компания Sega под конец выпустила ролик. Посмотрите его. Ну, а мне на этой приятной ноте позвольте откланяться. Пока. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok